Они должны курить в сторонке, но продолжают дымить где хочется. Сотрудники УВД подвели итоги первой недели после вступления в силу антитабачного закона. По нормам, курить запрещено практически во всех общественных местах, однако большинство новые правила игнорируют. Почему, узнавала Карина Насрудзинова. Больше пяти лет Тимур не расставался с сигаретой. Каждый день он выкуривал не меньше пачки. Несколько месяцев назад решил избавиться от вредной привычки. Побороть желание затянуться оказалось непросто. Кстати, пришлись новые правила. Соблазнов стало меньше, говорит молодой человек. Считаю, что поможет и мне, и тем, кто бросил курить, и собирается бросать курить, так как курящих будет становиться меньше. Все-таки я надеюсь. Хотя, конечно, у нас в России люди найдут уловки всякие и будут курить, но я оптимист, я надеюсь, что таких, как я, будет становиться все больше и больше. С 1 июня курить нельзя в вузах и школах, на спортивных объектах, в самолетах, на рабочих местах, детских площадках, пляжах. Пока тех, кто пренебрегает законом, не штрафуют, а лишь делают им замечания. Поэтому некоторые курильщики продолжают дымить там, где хочется. В центре Казани, к примеру, за 15 минут сотрудники полиции встретили семерых курящих. В кафе и ресторанах еще только готовятся к запрету. Для некоторых он поставит крест на бизнесе. Сильно удар придется на кальянные. Доходы хозяев испарятся вместе с дымом посетителей, говорят владельцы. Остальные к новому закону отнеслись спокойно. Сигареты и кальян, по словам директора сети ресторанов Айдара Булатова, это не больше 15% дохода. Набирает популярность заведения, где вообще не курят. Это семейные кафе, и в них нет зон для курения. И гости очень положительно в целом оценивают. То есть как и дети, так и взрослые. Создать здоровую атмосферу везде – задача нового документа. Для этого понадобится немало времени. Антитабачный закон вступил в силу летом этого года. Но полностью документ заработает только через некоторое время. Сигареты окажутся под запретом в поездах, на рынках, гостиницах, кафе и ресторанах. Фактически места для курения станут дефицитом. К тому же вредная привычка ударит не только по здоровью, но и по карману.